Телеканал КРТ представляет Справедливости ради отметим, что это все-таки не прямое предложение перенести выборы, а риторический вопрос. Собственно, такая формулировка и позволила американскому президенту уже на следующий день заявить, что переноса выборов он не желает, а лишь выступает против голосования по почте. Цитата. Мне кажется, я не хочу переноса. Пускай проходят в ноябре, но три месяца ждать их результатов, чтобы узнать, что все отправленные по почте бюллетени пропали, а выборы недействительны, этого я не хочу. Но на этом медийная гиперактивность агента Дональда не закончилась. В тот же день, 31 июля, он пригрозил запретить ТикТок. По словам Трампа, в настоящее время рассматриваются разные меры против приложения. Цитата. Мы изучаем ТикТок. Мы можем и запретить ТикТок. Можем сделать кое-какие другие вещи. Есть пара вариантов. Посмотрим, что будет. Для тех, кто не знает, ТикТок – это социальная сеть, ориентированная на людей с клиповым мышлением. Ее интерфейс позволяет загружать короткие видео, которые воспроизводятся под музыку. Привожение появилось в 2017 году. Его разработчик – китайская компания ByteDance. В основном ТикТок пользуются подростки и дети младшего возраста. Но это не точно. Например, свой аккаунт в ТикТок есть у мэра Киева Виталия Клининг. Учитывая его ляпы в публичных выступлениях, может ему и вправду лучше кружиться на карусели под музыку, чем говорить. Возвращаясь к Трампу, отметим, что его инициатива по блокировке ТикТок, конечно же, обусловлена китайским происхождением соцсети. Впрочем, как водится у американского лидера, есть в ней и бизнес-подтекст. Вот, например, что пишет корреспондент издания The New York Times, Тейлор Лоренц, цитата. Комментарии президента о том, что он закроет ТикТок в Соединенных Штатах, затормозили переговоры ByteDance о продаже приложения Microsoft. В качестве способа решения проблем безопасности. В воскресенье Microsoft заявила, что возобновила переговоры после консультации с президентом, давая некоторую надежду пользователям, что приложение выживет. А разумеется, речь идет о продаже американского подразделения компании, а не всей ее целиком. Таким образом, публичные заявления президента США о готовности запретить ТикТок могут быть средством для давления на руководство соцсети с целью снизить цену при покупке ее американского сегмента Microsoft или другой крупной американской компании. Поддержка национального капитала является одним из основных положений политики Дональда Трампа. А так называемая силовая дипломатия, предусматривающая угрозу принятием радикальных мер для достижения сделки на более выгодных для себя условиях, вообще его конек. Так что данный вариант с нашей точки зрения является наиболее вероятным. Впрочем, есть и другие, весьма экзотические версии. Так журналист Абрам Браун в своей колонке для Forbes написал следующее. Цитата. Мероприятие должно было ознаменовать собой возвращение к активной избирательной кампании с массовыми собраниями, о которых мечтает президент, и стать демонстрацией силы при участии почти 20 тысяч человек после нескольких месяцев закрытия из-за COVID-19. Все это было полностью разрушено пользователями TikTok и другими молодыми людьми, которые провели онлайн-кампанию, скупая билеты на события с тем, чтобы проигнорировать участие в нем. Что если запрет на TikTok является ответным ударом на это? Версия, конечно, интересная, но сомнительно, что президент США стал бы реагировать на действия малолетних пакостников из соцсети. Впрочем, зная вспыльчивый нрав Трампа. Ну а пока Дональд Трамп воевал с соцсетями и открещивался от обвинений в желании перенести выборы, госсекретарь Майкл Помпео провел прямые переговоры с руководством Талибана, в ходе которых его визави Мула Барадар настоятельно потребовало от США ускорить процесс освобождения пленных талибов из афганских тюрем. За последнюю неделю правительство Афганистана освободило уже несколько сотен талибов из заключения, но Талибан считает, что процесс можно ускорить. Поэтому талибы ожидают от штатов, что ради сохранения договоренности о выводе американских войск из Афганистана последние согласятся оказать дополнительное давление на Кабул, чтобы тот быстрее освобождал пленных боевиков. Примечательно то, что американский госсекретарь провел прямые переговоры с представителем организации, которая была признана Советом Безопасности ООН террористической еще в 2002 году и против которой сами США активно вели боевые действия с 2001 года и вплоть до последних лет. Я, конечно, ничего не утверждаю, но после этого прецедента аргументы о невозможности вести переговоры с террористами ради национальных интересов будут звучать уж совсем неубедительно.